В центре английского Ковентри сегодня звучал российский гимн. Сюда торжественно перенесли площадь, названную в честь Волгограда, города-побратима, с которым у Ковентри долгая история дружбы со времен Великой Отечественной войны. В Волгограде живут точно такие же люди, как и мы. Именно добрые человеческие отношения помогли нам 75 лет хранить нашу дружбу. В годы войны Ковентри беспощадно бомбила нацистская авиация. Площадь Волгограда теперь находится в двух шагах от собора Святого Михаила, который был полностью уничтожен нацистами во время первой же бомбардировки в 1940 году. Воздушные нападения продолжались несколько лет, но даже в таких условиях жители Ковентри думали, что еще тяжелее приходилось тем, кто пытался выжить в полностью разрушенном Сталинграде. Они собирали деньги и вместе с письмами поддержки отправляли в Советский Союз. Мы с огромным уважением относимся к русским людям. К сожалению, иногда забывают, какие жертвы принес и сколько пережил ваш народ. 27 миллионов человек вы потеряли в Великой Отечественной войне. В 1944 году города стали побратимами, и с тех пор эта связь не прерывалась, какие бы разногласия не возникали между официальным Лондоном и Москвой. Сегодня Волгоград стал первым городом в истории, который был награжден в Ковентри за высочайшие идеалы гражданства, происходящее подчеркнуто вне политики. Но нет ли в этом намека на то, что и отношения между странами могли бы быть лучше? Хотелось бы надеяться, но с другой стороны в этой стране и без того память о Второй мировой войне жива, память о нашем союзничестве жива, ею дорожат, ею гордятся. Так что в этом отношении дополнительных усилий что-то утеплять у нас нет. Церемония открытия площади собрала людей неравнодушных. Для семьи Ольги и Брайна история двух городов по-настоящему общая. Он родился в Ковентре, а на Волгограде. Я очень рада, что мы говорим об этом, о России и Англии, и о дружбе. У Ковентри сейчас 26 городов-побратимов, у Волгограда 25. Но это движение начиналось именно с них. И важно, что эти добрые отношения сохраняются.